Разбитые автомобили, вырванные с корнем деревья. В Омске ликвидируют последствия урагана. Напомню, на город накануне обрушилась пыльная буря. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Однако к такой погоде оказались готовы немногие. Все подробности у Елизавета Васильевича. Сейчас от старой яблони во дворе дома по улице Стальского остался лишь пень. Надежда рассказывает, дерево, а вернее то, что от него осталось, спилили коммунальщики после того, как оно упало на ее девятилетнего внука. Мальчик вернулся из школы и они вышли погулять. Через пару минут сильный порыв ветра, как спичку, сломал старое дерево. Ребенка зацепило ветками. Шея в крови была. Потрогал голову в крови. Но мы пошли, подмылись немного здесь лицо. И скорая приехала, мне завязало бин. Ребенка отвезли в поликлинику. Там диагностировали ушибленная рана головы и растяжение связок шейного отдела позвоночника. Там перевязку наложили под анестезией. Больно было, конечно. И плакал, и кричал. Зашили, повязку сделали, этот хомут одели на шею. Сейчас следователи выясняют, не было ли здесь халатности со стороны местной управляющей компании. Коммунальщики могли не обеспечить безопасность придомовой территории. А на счету шквала, пронесшегося по Умску, далеко не одно дерево. Порывы ветра местами доходили до 25 метров в секунду. На земле оказались десятки деревьев. Так, например, одно из них вообще вырвало с корнем. Старый тополь обрушился на стоящую под ним машину. Водитель чудом остался невредим. Как грохот. У нас же окна выходят в магазины. Сюда грохот. Увидели в окна, что машина там. Мы выскочили, я и грузчик. Ну, вышел, его, конечно, трясет. Вот так вот он в шоке. Это хорошо, что ни детей, никого не было, ни людей. То есть, ну, убило бы сразу. В соцсетях появилось множество фотографий. С крыши ветер срывал металлические листы, обрушил рекламный щит. Больше всего пострадавших среди автомобилистов. В разных округах города повреждены 16 машин. Чтобы компенсировать ущерб, нужно вызвать участкового и представителя управляющей компании. Они должны зафиксировать повреждения. Не лишним будет все заснять на камеру самому. И уже после обращаться к юристу. Есть свои нюансы. Действительно, если, например, на автомобиль упал шифер, то здесь надо будет устанавливать причинно-следственную сеть. Из-за чего это произошло? Может быть, здесь даже проблема не в погодных условиях, а именно то, что шифер был этот плохо прикреплен. Да, но это уже делается в судебном порядке. За каждое дерево у нас тут несет ответственность. Это мы все устанавливаем. Нужно помнить, что шанс получить деньги, если в городе было объявлено штормовое предупреждение, гораздо ниже. Елизавета Васильевича, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.